добрый день коллеги с вами самый точно стреляющий прицельно бьющий подводный youtube канал всего российского интернета apnoe pro и я его ведущий бессмена олег гаврилин в гостях у меня мой давний друг самый главный ружье строители вообще россии окрестностей дмитрий писарев привет привет находимся мы в крыму на массу меганом во фридайф отеле на бортике бассейна где мы только что проводили эксперименты по отстрелу ружей которые завершились печально печально весьма прострелили мы бассейн но у других жертв слава богу не было вот поэтому сейчас мы с вами поделимся своими впечатлениями от тестов и вообще причинам которые к этим тестам привели а причина следующий какое-то время назад мы с дмитрием записали ряд видео под общим таким названием роллер ганс гараж это были беседы оружиях такие дружеские полемичные и которые заканчивались там достаточно странными тестами и последнее видео в котором мы сравнивали два схожих по размеру ролика один из них был дабл роллера другой был монороллер но с этапом и псилон сравнили и где-то в процессе поза прозвучала такая фраза что вот наверное инверторы мы тестить не будем потому что но их но их эти инверторы нахер да нет лукавого и это привело там к огромному количеству там комментариев почему инверторы от лукавого кто такой лукавый и вот у меня есть инвертор личного мне нравится я мечтал себе на день рождения купить новое ружье и думал что это будет инвертор какого хер вы забрали у меня мечту поэтому значит задача этого видео рассказать почему инверторы почему инверторы от лукавого и о чем стоит мечтать собственно говоря вот такая какая-то задача дима для начала расскажи нам что такое инвертор все-таки базово и в чем его смысл должен быть ну наверное самый сакральный смысл и к продать потому что это технологично убедительно звучит с экрана видимо ну то есть эта картинка хорошая необычные оно должно хорошо продаваться ну то есть задача такая людям арбалеты уже продали роллеры уже этого видео вчерашний у людей деньги остались надо им продать что-то новое что может быть новое давай придумаем инвертор хорошо это понятно потому что зрительно я как человек на который давно в охотничьем бизнесе очень четко понимаю что есть вещи которые предназначены для того чтобы охотиться а есть вещи которые предназначены для того чтобы их продавать с моей точки зрения инвертор это вот второе да так хорошо это с инженерной точке зрения и до инженерной точки зрения на инверторах пытаются увеличить скорость вылета гарпуна сделать относительно скорости сокращения сокращение резины попытались это сделать ну это каким-то образом получилось с помощью вот таких бачков вот по этом комплекте который мы использовали когда отстреливали собственный инвертор в том числе мы вот из этого ружья сихок это велена опытный образец 990 95 90 даже он у нас есть с этапе и псилон и мы из него сделали еще инвертор и постреляли из него так и так резина блоки до дай ним а ролики все вот это собранная в кучу на это прекрасное веление хорошо дим да давай просто 8 как будто с инженерной точки зрения инвертор что это такой инвертор инвертированный это перевернутый инвертор это перевернутый роллер правильно не знаю ну как ну наверное потому что иначе перевернутый роллер и у меня вот в руках тоже вроде можно сказать перевернутый роллер потому что там вот ролики сзади но мы же не называем его инвертором не называем потому что он тебя не то что тебя не инвертор потому что но инвертор наверное потому что резина тянет не гарпун а резина тянет блок 2 блок тянет веревку которая тянет гарпун да и смысл наверно инвертора в том что вот какой-то относительно классический у нас с вами сетап резиночку веревочку откину и как-то вот мы резину заводим сюда вот одну вторую цепляем ее на гарпун придерживочка прямо вот хочешь это делать я просто покажу потом соответственно вот эти мы резинки заряжаем вниз вот сюда одну вторую но вот эта резинка заряжается куда-то сюда и получается что мы стреляем резина срывается и тащит 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 за собой гарпун дает она ему достаточно высокую мощность но скорость вылета гарпуна не может превысить скорость сокращения резины это фундаментально это невозможно с точки зрения инвертора с точки зрения инвертор даем это развяжемся давай побыреньку переберем частично ты пока можешь вертает такое говорить да всякая усложняется собственно сама схема сборки очень сильно появляются блоки появляются дай ним а появляется много большое количество резины для того чтобы компенсировать потерянную на этих же блоках энергию передаваемую на гарпун потому что она ровно в два раза меньше и без учета потерь трения там на роликах или еще где-то мы натянули определенное количество резины и вот передаваемая энергия на гарпун ровно в два раза меньше чем энергия этой запасенной резины соответственно чтобы на гарпуне нам поиметь ту же самую энергию что на классическом роллере нам надо резину удвоить количество резины сейчас не в метрах она измеряется или в массе это уже там ну об этом можно говорить это можно экспериментировать но смысл такой может я помогу тебе просто я палец палец обзывали а вот но опять вернемся к нашим опытом мы в этом бассейне опускали собранную предыдущая схема перед депсилона была как раз мы собирали инвертор чтобы убедиться вот веревку мы уже завели эту диджей вот так примерно будет выглядеть соответственно до зафиксированная середина веревки в голове далее один конец проходит через один блок и уходит через ролик мы не будем менять ролик и вот эти то есть это специальный комплект для того чтобы поставить их так один комплект второй конец проходит через второй ролик до ним кума не взяли да ну мы не будем заряжать же его и также через второй ролик уходит туда же на гарпун собственно вот энергия резины назовем ее x сейчас но и дальше получается как вот грубо говоря я закинул веревку сюда вот она держит меня гарпун и дальше дима начинает все это натягиваю повыше возьмем куда-нибудь я не буду натягивать то есть вот мы приложили ну 2 x а до 1 x и 2 x какой-то силы дальше у нас распределяется эта энергия на середину вот я привязана в голове у нас дай нема и собственно вторые два конца уходят на гарпун это у нас один x это 2 x а здесь 2 x а соответственно два раза меньше у нас на гарпуне так так я понимаю поэтому значит чтобы увеличить скорость схода гарпуна то есть относительно ну как в теория предполагалось да что скорость схода гарпуна будет в два раза больше чем скорость сокращения этой резины чтобы так получилось нужно максимально блин приближать массу гарпуна к нулю ну и соответственно трения на всяких этих блоках и роликах посмотрите смотрите вот все просто вот у нас был сетап эпсилон вот столько резины на этом ружье который бросал гарпун с мощностью x и со скоростью y да да наверное если мы хотим чтобы у нас скорость y увеличилась два раза то мы точно понимаем что x у нас уменьшается в два раза да да он просто поэтому как бы если мы хотим увеличить скорость но мощность оставить прежней мы количество резины от прежнего ста топа должны удвоить то есть у нас вот здесь должно повиснуть вот так два раза вот такое количество резина умноженное на 2 то что сейчас у нас то сколько их 6 резинок и жизнь их здесь должно стать 12 для того чтобы при схожой мощности при схожем импульсе мы добились на все-таки увеличение скорость увеличение скорости да то что инвертор это якобы про скорость якобы вот нужно ли такая скорость при таком чудовищном каком-то геморрой я не уверен я если что могу сказать что вот такие вот инверторы которые люди пытаются вот собирается с вот таким сетапом ну это не инвертор это как бы ружье которое сделано по схеме инвертора но характеристика инвертора она не имеет потому что у него и мощность воды может быть ожидаемых да не имеет но это ожидаемое требование это мечты значит тоже там ой у меня жена какая-то не такая как я мечтал братан ну разберись туда не знаю там либо женись на другой либо купи этой жене сиськи какие-то час кому-то обидно стал ничего страшного да не нормально переживем вот поэтому как бы если вы там о чем-то таком мечтаете то вынув формулируйте формулируйте ваши запросы к судьбе правильным образом если я хочу ружье системы инвертор это одно ты пошел магазин и купил ружье системы инвертор если ты хочешь ружье которое будет стрелять с такой же мощностью но в два раза быстрее то ты в магазине такое ружье скорее всего не купишь их там просто тупо нет потому что никто в здравом уме не будет покупать себе ружье у которого внизу болтается 12 таких резинок никто не они один человек да 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 это точно совершенно там какие-то отмороженные трофейщики которые там вот почему-то решили что надо покупать ружье алимани у самого алимани то что якобы он стреляет большую рыбу но их как бы там во всем мире можно посчитать по пальцам одной руки наверное вот это может быть это оправдано тем что неважно сколько ты резины навешиваешь тебе надо все это вложить в один конкретный выстрел и добыть одну конкретную рыбу ну да там этому ты будешь загружать и двенадцать резин и двадцать пар или за охоту делаешь там два три выстрела на это вера а вам возможно это оправдано я не знаю опять таки я да я знаю там наверное там 90 процентов трофейщиков мира и вот из этих 90 процентов 90 процентов охотятся с традиционными рогатками на которые просто вешается там там 45 пар там я тяжно это же можно смывать руку себе ну ну можно можно сломать руку можно выбить челюсть но просто но это надо понять что это мощное оружие надо его придерживать как когда вы стреляешь и так далее но она простое безотказное и понятное в инверторе слишком много точек отказа слишком много и опять-таки для пижонов зато для пижона можно одной рукой кто-то тут опять таки другая история там ты ты заплатил за авиабилеты не знаю 5000 долларов сша там за аренду лодки там 1000 долларов в день за ружье заплатил 3000 евро да там за внимание какой-нибудь и не знает залез там в океан там на тебя егерь вывел этого самого марлина псык она не стреляет то что где-то клинанул какой-то блачок ну камон да есть такой не нестабильные нестабильные этой системы бывает непонятно с чем связаны то ли соль туда в эти блоки попадает то ли еще что один выстрел делаешь он прекрасный 2 делаешь он ровно наоборот где понимаешь чем прикол я думаю что дело не в соли объясню почему потому что ну в москве я по воскресеньям виду там тренировки по подводной стрельбе там бассейн мариндуем ставим ставим мишени все такое по и приходит множество людей с но с множеством ружей и люди тащат инверторы тоже именитых и не очень именитых производителей в основном это какие-то фабричные инверторы чаще всего греческие они стреляют и но нету двух одинаковых выстрелов гарпунта летит так то сяк то пролетает куда-то дальше там еще что-то плюс как бы инвертор с моей точки зрения не слишком точное ружье потому что очень как-то в разных на выборах она может быть это очень плоскостя я не я не если ну вот он важно же чтобы она стабильно была не точная я стабильно точно и тогда можно сделать какие-то определенные выводы и попытаться исправить эту ситуацию чтобы ты мог собрать кучу слева выше и уже понимаешь да и что и из этого ты ведешь огонь свой до умертора кучи нет хорошо вот по бассейну условно говоря но то что мы стреляли и как бы у нас значит было что у нас был инвертор фьюжен до деревянный дополнительными колбасками до куда был простой инвертор на базе веленой и были я не знаю там разгадка и москве роли про классические роллеры классический роллер с полиспастом не знаю насколько вот видео которое мы сейчас вам покажем она вас в чем-то убедит потому что ну в мишени они попадают все мишени из вот такого пенопласта они пробивают все а дальше инвертор фанерный щит только тыкает и выпадает ролики они они этого не в эту планету фанеру пробивают и в нее втыкаются иногда до флажка иногда чуть меньше и так далее ну то есть по пробивной способности что собственно ну наверное зависит от скорости вылета да я так понимаю классический классический роллер уделывает инвертор обычный инвертор многократно просто многократно и в итоге получается что с инвертором ты имеешь геморрой выражающийся в долгой зарядки выражающейся в высокой цене большом количестве ролика в большом количестве веревочек большом количестве точек отказа и так далее просто все очень долго сложно на блин на живую нитку и постоянно ты хочешь сказать там с кривой мордой из того чтобы улыбаться и все а прироста эффективности нет нету прироста эффективности Я его не ощущаю, не могу померить, не могу увидеть. Я тоже. Поэтому, с моей точки зрения, нахер оно нужно. Мы для этого и устраивали эти стрельбы. Да. Для того, чтобы убедиться самим и попытаться объяснить это вам. Страшно, капец. Надо сначала в звездки. Даже не зарядить, а просто в звездки. Такая вот готовность. Только не направляй туда. А это он еще не в этом будни. Ой, ой. Так. Видишь, какая просьба. Нет. О, все. Это прелесть. Метр. Хорошо. Заряжаем. Давай. Я куда-то попала. Хочу залезть. Не гадаться. Нет. Не попала. Не попала. Еще раз. О. Красивили. Нет. Третье, что-то на снарядке. Как же так? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok